Доброе-доброе утречко! Я только что прочитала комментарии, такие приятные. Мне стало хорошо, и светло на душе, и я решила начать снимать блог. Написали мне, что мы замечательные блогеры, большое спасибо, которые всегда улыбаются. Стараемся не грустить. Я вам честно скажу, мне уже надоела дистанционка. Она у меня уже вот здесь вот сидит. Я привыкла, что когда Кира уходит из дома в школу, то я по дому начинаю делать какие-то дела. А тут, получается, я полдня просто в заперти. Или на кухне, или в комнате. С утра вот Кира пришла делать немецкий язык, у неё был, она пришла на кухню. Я сидела в комнате, потом вообще ушла из дома. Сейчас у неё опять какой-то урок, она в комнате. Потом у неё снова какой-то урок, она будет вот это вот туда-сюда ходить. Я уже не могу, я хочу, чтобы закончился этот локдаун. Я смогла ребёнка отправлять, просто отправлять в 8 утра, чтобы она шла и училась в школе, а я по дому делала что-то, 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 что-то. Мне так это всё уже надоело. Кирюха, а тебе не надоела дистанционка дома? Нет. Нет, моя обувь высохла? Так, какой у тебя следующий урок? География? Кстати, спрашивали, где мы купили такие ногти? Купили? Да, только что спросили в комментариях. Ребята, это не куплено, это нарощено. Я вот это думаю записаться тоже к мастеру и сделать себе такие. Как вы думаете, мне подойдут такого размера ноготочки? Оно приложилось. Отрастить сначала. А зачем отрастить? Тебе обрезали твои отрощины? Нет на них? Пилили. Ну, типа, просто так легче, когда они виноваты. Да я не могу отрасти. Но мне надо что-то уже с ногтями делать. Надо хрешно записаться на маникюр. Уже сил моих нет. И я уже не могу смотреть на свои страшные ногти. Может, сегодня запишусь? Может, действительно, сделать себе ногти? А ну, скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, нужно ли мне делать красоту? Или не нужно делать красоту? Кстати, Кира! Я знаешь что? Я сегодня, кстати, еду к косметологу. Мне там надо по некоторым своим процедурам косметическим. Но это будет аж вечером. Я вроде проверила наши поделки, которые мы вообще делали. И вроде бы оно все застыло. Я так ковирую, держу крыльненько. Давай, ладно, идем смотреть. Я трогала, да. Зачем? Ну как зачем? Я ногиточком аккуратненько потрогала. Сними оттуда. Покажи мне тоже. Одну штучку возьми. Опусти. Ну что, застыло? Боже, сколько тут счастье. Боже. А ты... Мелоточком ткнуй. Тут куча волос теперь. Каких волос? А потом уберешь эти волосы. Угу. Еще я виновата оказалась. Да? Кира! Хочешь посмотреть? Да. Посмотри. Давай. Сколько тут волос. Покажи. Вот волос. Прям на всю. Так, может быть, это они уже с момента, как мы их только сделали, туда попались? Да, не знаю. Когда я их сделала? Я думаю, зайка, во сколько мы вчера начали их делать? Где-то в часа два. Поэтому давай еще до двух часов. Чтобы 24 ровно прошло. И будем потом уже снимать. Можешь пока ложить. Но я думаю, что клевые сердечки получатся. И ура, ура, ура. У нас вроде бы вышло. Не будем, конечно, ничего говорить заранее. Но, надеюсь. Кстати, еще у меня одна проблема. У меня вот с этим авокадо что-то произошло. Я не могу понять, что с ним случилось. Но он, смотрите, он опустился. Он подвял. Вода там есть. Ну, то есть, земля мокрая. Этот, посмотрите, идеально. Все с ним хорошо. И новые растут вот здесь. Вот видите. То есть, у него все отлично. И здесь новенькие растут. А этот вроде бы был отлично-отлично. И что-то с ним случилось. И он вянет, вянет и вянет. Ну, а мой цветочек, конечно, женское счастье меня радует. Поэтому, кто знает, что могло произойти с авокадо, напишите, пожалуйста. Потому что, вроде бы, как я же говорю, изначально все было хорошо. И земля ему подходила. Все было нормально. А тут в какой-то момент просто бах и резко начал вянуть. Не знаю. Тельщик, ты поела? Давай сниму с тебя. Ну, как ты кушала? Аж на мордочке у тебя еда. Ну, по-серьезному ты пила. Давай по-серьезному. Теперь можешь брать косточку и идти отдыхать. Я сегодня с утра, с самого утра, пока Кира еще не проснулась, квартира немного в порядок привела, чтобы меня не так бесила эта грязь. А потом уже отправила Киру на уроки. А сейчас можно... А сейчас можно... Что можно сейчас делать? А сейчас нужно скушать пиццу, которую Кира не доела, с бутербродом, сделать себе чаечек. Кстати, на канале Кирюшки вышел а-ля челлендж. Мы готовили с ней пиццу. Она готовила свою, я готовила свою. Можете посмотреть, что у нас получилось на канале. Канал Малефисента. Переходите, смотрите. Я думаю, вам понравится. Я думаю, что мы начнем потихонечку. Так как мы сейчас сидим дома, никуда не ходим, прививок у нас нет. Будем сидеть, и я буду придумывать какие-то, может быть, челленджи. И постараемся войти в русло канала Малефисента и там что-то интересное придумывать. Так, что мне делать нужно? Что мне нужно делать? Мне нужно записаться к мастеру маникюра. Да, мне нужно записаться. Пойду, наверное, сделаю маникюрчик себе. Хочу, хочу тоже красивые ноготочки. И чаек. Короче, мне только что в комментариях написали, как можно размягчить эту глину. Сказали, что нужно положить в какой-то мешок или какую-то тряпочку, намочить и положить в теплую воду. Поэтому я сейчас попробую вот этот весь лайфхак сделать. Сказали, на 15-20 минут, поэтому будем пробовать. У меня вот такой вот большой кусок лин, вернее, у Кирюхи есть вот такой огромный. И он, в общем, не размягчается. И надо что-то с ним сделать. Сказали, правда, что его нужно еще разбить по маленьким кусочкам. Но как его разбить, я не знаю, потому что он очень-очень сильно грубый, да? Снежилка, ты пришел ко мне в гости? Ну, давай тогда что-нибудь сделаем, да? Иди. Так, и нужно водичку. Водичку я просто в чайнике подогрею. И залью в какую-то, наверное, кастрюлю. Сейчас, в общем, попробую это сделать. Если получится, то будет круто. Если не получится, то, значит, придется глину выбросить. Так, смотри, отойдите. Нам нужно взять какую-то кастрюльку. Кастрюльку мы взяли. Взяли нам туда гуды, глину. У меня такой есть мешочек. Это, короче, сумочка от постельного белья. Я очень долго искала, что мне взять. И нашла эту сумочку. Положим туда эту глину. Положим в кастрюлю. И просто зальем горячей водичкой. Пусть она там постареет. Надо немножко правильно. Потому что у нас еще куча разных приколов для того, чтобы лепить из глины. А вот эти мелкие, наверное, пустые уже лепают. Потому что здесь вообще просто труха. Что-то непонятное. И попробуем, что у нас получится. Надеюсь, мы спасем эту глину. Ну, если нет, тогда будем ждать, когда я вакцинируюсь. Возможно, будем поехать и пить. Залила я водой. Теперь будем ждать, что у нас получится. Получится ли у нас вообще что-то. Ну, ей тут стоять долго, скорее всего. Зачем это в тряпку нужно было делать, я не знаю. Но я делаю все так, как мне посоветовали. И как мне порекомендовали. Очень надеюсь, что получится. Слышите, что у меня за кадром? Друзья. Да, я снова начала смотреть друзей. Потому что не знаю, что посмотреть. Я уже пересмотрела все, что можно. Интересно. И поэтому решила снова просто включить. Чтобы они мне на фоне что-то говорили. Говорили, говорили. И еще раз говорили. Знаете, что я еще хочу сделать? Я хочу сейчас снимать все вот эти вот фонарики. Полностью-полностью со всего периметра кухни. Почему? Потому что где-то они перегорели в каких-то местах. И они уже не горят. Нужно другие покупать. Поэтому я сейчас буду снимать все. Так. У меня тут еще мой любимый скотч. Ой, который тоже можно поснимать. Так. И вот это вот все нужно будет выкинуть. Снимается прям все эти выводы снимать скотч. Потом аккуратненько его. Он весь и с краской снимается. Хорошо так приклеила на свою голову. Вот коровы. И большая гирлянда идет в мусорку. Теперь знаете, что мне нужно сделать? Мне теперь нужно где-то найти краску. Потому что я поддирала себе краску. Вот здесь вот обдерла краску. Видите? Мне теперь нужно сейчас найти у Киры краску белую. Попробую обычной акриловой. И замазать. Кое-как замазала. Немножко цвет, конечно, не тот. Потому что здесь он какой-то... Здесь смешивали кучу цветов. Вот. И он тут не чисто белый. Он только на экране кажется белый. На самом деле он тут не чисто белый. Вот. А там получается чисто белый. Но я не знаю, как его смешать, чтобы он получился прям такой, как здесь. Плюс на самом деле здесь уже знаете, что нужно делать на этой кухне? Перекрашивать все. Почему? Потому что уже временем, временем оно стало уже немного не такое, как должно быть. Но думаю, что ремонт я буду делать уже в следующем году. В прошлом году. А когда я взяла ремонт? Я, по-моему, ремонт делала в прошлом году. Да, год прошел. Год. Год ремонту. Надо поддерживать. Надо каждый год что-то делать. Ой, не хочу. Не хочу, но надо. Значит так, глина уже готова к тому, чтобы ее смотреть. Смотрите, вроде бы она реально, реально размокает. Но размокла только верхняя часть. То есть, походу, тут надо еще подольше держать ее в этом, скорее всего, в воде. Но верхняя часть размокла, и это хорошо. А сейчас я еще хочу вам показать один прикол. Смотрите, какая у нас классная вода идет из-под крана. Та-да-да-да-да-м. Прекрасная, да? Это водичка, с которой готовить покушать и с которой пить. Это ужас. И вот несколько суток уже вот такая вот вода у нас идет из-под крана. Такой водой, мне кажется, даже мыться противно. Жесть. И это столица Украины, простите меня, пожалуйста. Такой водой даже пол не поможешь, потому что потом тупо весь желтый будет. Начался уже урок. Все, молчу. ты чё там делаешь ты чё там делаешь я записалась на маникюр я записалась на маникюр на вторник на час дня буду себе тоже делать ноготочки кирюх я записалась на маникюр на вторник до час дня да какая молодец так поздравь меня мне тоже будут такие же ногти как у тебя сделать вы прям такой же дизайн они такой же не сделаю щас буду искать что я себе хочу найти меня сразу здесь человечек который еще сделать а можно мы тоже с кем-нибудь градиентом таким прикольно вот такой как у тебя средние пальцы ну да с градиентом в градиенту кушу был переход с светлого может быть на темный из темного на свет и так что на следующей недельке у меня будут уже красивые ноготочки если бы сделаю на этой неделе не получается у мастера не очень много заказов не заказов этого очень много клиентов нагреть на следующей неделе не нулю это сильно яркий очень я нашли такие яркие цвета не очень люблю мне такое что-то попроще для взрослой тети найди что-нибудь пожалуйста но вообще очень красивый вот этот но он не для тебя ой красивый чего почему то есть а я кто слышишь старуха старуха ты серьезно а ну на меня посмотри нет и в глаза мне посмотри скажи мне это в глаза не можешь да отходит мы послушаем прикольно она даже я тоже поищу вот этот красивый я сама вот тебе можно вот такой вот сделать но это на короткие ногти тебе эти по своей отрастить на я себе длинные не буду делать такие как у тебя да прикольно тебе скинуть то ты мне за скринь скинь я потом посмотрю будем будем выбирать себе сейчас красивые красивые ногти кир ты кушать хочешь я хочу есть просто слушайте я так ем много это просто уже кошмар какой-то кира вчера с меня просто смеялась понимаете 10 часов ночи а я давай есть есть через пиццу это сделали я короче съела и свою пиццу и кирину съела пиццу чтобы понимать я вчера съела все пиццы какие только можно съела кучу бутерброд и я не могла успокоиться я так сильно хотела кушать кир так ты не будешь есть я пойду тогда себе спады сделаю эту яичницу смеется с меня потому что не может а этот на меня накидывается чего-то у тебя закончились уроки или еще что-то будет еще что-то уже закончил свои уроки я хочу пойти эти штучки поснимать уже на это место попробую наши поделки вот такую красоту и решила себе сделать желудок скрутила я не знаю куда она все замещается у меня но я ем очень хочу еще и шире как-то пальцы но пока только ем пока только где может быть когда-нибудь поп у меня отрастет что-нибудь произойдет мечта моя стать такой толстенькой чуть-чуть я решила поспать а кира решила меня накрасить я пока еще не вижу что со мной происходит и какая я буду красивая теперь посмотри я снимаю лучше вот но она решила меня накрасить пока я отдыхаю я потом обязательно покажу что получилось я нанесла тени теперь я растушевываю потому что эти тени такие странные то есть ты их наносишь и они короче как-то ложится не очень потом их потом надо растушевывать это мне через пару часов надо ехать косметологу я такая красивая поеду кир даже да record тогда карус авгаветском блин это круто получается мне нази 본 таки макияже можно спокойно жена улица Ну, тебе-то можно это сделать, но он тебе не очень подходит. Почему? Еще я... Короче, я не знаю, что случилось, но мама... Ну, 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 ну. Да вот ты же нормально выгляжешь. А я все уже просто не хочу. Короче, так получилось, что у мамы один глаз желтый, а второй глаз зеленый. Я не понимаю, почему. Я двуглазая. Пошли посмотрим твои фигуринки. Пошли. Еще я с красивым мейком. Обалденно. Круто. Давай. Думала, уже можно? Я думаю, что можно, но сколько же можно? Уже 24 часа пришло. О, май. Получилось? Не знаю, сейчас аккуратненько пытаемся встать. О, да, с твоими ногтями. Да что, я просто аккуратненько, потихоньку. О, как это красиво. Есть, да? Круто. Смотри, не сломай, только гладенько. Ну, вау. Покажи. Смотрите, как это красиво. Как это круто. Видите, я сделала такие штучки, что одни потонули, а вторые нет. Давай вторую достанем и попробуем соединить. Все-таки нужно было, наверное, наливать аж по самый краешек, потому что здесь чувствуется губоклость. Подпиливать надо. Подпиливать надо? Да. Блин, красиво как. И это же можно отсыплять, это можно брелочек сделать. Да. На ключи. Тут специальные дырочки. Я в прошлый раз заливала подсам, а не хочу, что оно аж выливалось. Мне, короче, не нравится, что тут оно такое странное. Странное. Что там? Ну, короче, с волосами, трапы, ну, такое странное. Поверьте, смотрите, как оно. Обалдеть, круто получилось. А кому ты подаришь? Подружки. Я думала, маме на ключики. Нет, подружки. Классно вышло, блин, и застыло. Где наши формочки? Кстати, Кира, помнишь, кольца ты заказывала? Формочки? Нет, кольца двойные я тебе заказывала. Мне сегодня вернули деньги. Я знаю. А что? Откуда ты знаешь? Ну, потому что, короче, что-то пилели. Клево? Да. Закажите кольца, пожалуйста, за мной. Потому что... Хорошо, давай сейчас найдем, закажем. Короче, макияж у меня прикольный. Таким макияжем и поеду сегодня косметологу. А что, не, господи, скажу, у меня дочка красила. И сейчас будем заказывать кольца. Давай, Кирюха, ищем кольца и заказываем. Убери, пожалуйста, то, что ты там наделала. Кир. Я уберу. Боже, видели, что тут лежит? Собака без трусов. Кольца заказала. Все сделала. Единственное, что Кира ничего не убрала. То, что я ей просила. Как тут, как там. Что ты делаешь? Все такие счастливые. Ненавижу. Нет, не все. Что ты делаешь в этой кастрюльке? Я сковородка. А сковородка вот тут лежит. Не помойте слабого. Да. Кира, ты не убрала то, что я тебя просила. Да я уберу. Вот, пожалуйста, пойди убери сейчас. Меня раздражает и бесит то, что она не на своих местах. Как ты будешь такое есть? Всегда такое ем. Ужасно. Начинай с самого первого, Кира. Тумбочка. Закрыть. Лампу на место. Я покушу? Нет, Кира. Кира, нет. Подойди сюда. Оно все равно горячее. Закрой тумбочку. Это не лягло. Закрой тумбочку. Вот так. Все, отстань. Сама туда иди. Вика в гости пришла. И брелками девочки поменялись. Прикольно так получилось. Ну, поделились. Получилось у каждого свой брелочек с таким классным сердечком. А я осталась без ничего. Давай пистолет мне. У меня хоть пистолет будет на брелке. А, пирожные. Вообще. Давай, у тебя останется только сердечко. Да, если что у тебя нет. Заберешь. Хорошо, заберешь когда-нибудь. Только не ты мне там на домофон. А что ты с домофоном не отдаешь? Потому что она была с домофоном. Так, сними домофон. Куда? Переверни на другую сторону. Снимай. Сейчас, сними домофон. Все. У меня будет такой классный автомат Калашникова, который я прицеплю себе сюда. Теперь у меня тоже есть брелок на ключах. Так, надо, наверное, пойти смывать глаза, потому что я поспала, у меня все растеклось. Если я такая красивая поеду, то получится, как будто я вся в синяках. Это только у меня так получается, что у меня планы меняются просто со скоростью света, ветра и всего остального. Как только я смыл на себя макияж, проходит час, и мне пишет косметолог, что сегодня она меня принять не может. Она меня примет в среду. И тут я вспоминаю, что мне завтра идти с Кирой к стоматологу. Поэтому я на такой прекрасной ноте загадаю сейчас пару желаний, и вам скажу на сегодня пока. Пойду гулять с собаками и проветривать всю квартиру. Так, попадем ли мы с Кирой завтра к стоматологу? Абсолютно точно. Попаду ли я в среду к косметологу? Говорит, вряд ли. Ну ладно, на этом мы узнаем в среду или завтра. Все, ребятушки, на сегодня всем говорю пока. Сегодня у нас такой легкий свободный день. Пойду я гулять с собаками, забирать Киру с прогулки. И готовиться к завтрашнему дню и ждать звонка врача, стоматолога. Стоматолог, косметолог. Потому что я забыла на какое нам время. Или на час, или на четыре. И я, короче, реально не помню. Вот, если на час, то мы не попадем на какие-то уроки. Если на четыре, то мы на все попадем. Но я не помню время. Будем ждать. Всем пока. Всем лавушки. Всем темочки. До скорой встречи. До завтра. Чао-чао-чао.